это альфа пэй свобода платить так как удобно тебе платите как удобно с альфа пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц не просто выгодно альфа выгодно всем привет вы на канале алида life хочу вас сегодня взять немного с собой у нас было очень много вопросов про баню сколько она стоила и каких размеров это мы сегодня течение влога все вам расскажем смотрите у нас сегодня замечательная погода вчера был дождь было прохладно неуютно по сегодня снова светит солнышко смотрите как у нас уже все растаяло уже давно вас не брала с собой здесь на участке тоже очень много снега уже растаяло как вы видите здесь саша вот делал такие траншейки для воды чтобы она с участка уходила вот здесь тоже вот уже это куча такая высокая была уже тоже растаяло ну и здесь уже тоже почти все грязи очень много но ничего сейчас все высохнет будем наводить здесь порядке здесь вот у нас уже тоже сзади так растаяло все осталось вот где горка была еще немножко и все в принципе ну и где забор там конечно тенек и туда солнце мало попадает поэтому там еще есть снег а так вот здесь вот тоже у нас немножко есть лужи я сейчас помыла здесь террасу потому что затоптали уже саша тут раскапывает эту кучу чтобы быстрее растаял снег туда делать поближе к забору потому что от забора когда он нагревается идет тепло и он тает быстро а детишки пока там никого нет можно да пока там поле можно делать до детишки тоже помогают ой алина у тебя вся куртка грязно ничего себе дань ты речку делаешь а зачем так сильно выкапываешься потому что снег уже очень сильно мокрый он закрывает все вот тут делаем яму и теперь она поняли да до него уже устал так ланик идем дальше работать все немного осталось снега там здесь будет уже все сушиться всем добрый день смотрите у нас снова зима на улице холодно сейчас вроде бы минус 4 градуса метель снег что вчера все чистили все зазря было походу очень много выпало снега было вчера уже так чистенько хорошо и вот заново так вот уже пару сантиметров выпал наши грядки тоже были уже все пустые здесь уже тоже было все чистенько теперь так вот к нам пришла но зима вот такие вот дела мы уже ждали весну думали уже все но хотя как бы знаем что зима может каждую минуту вернуться это здесь нормально в марте в апреле может даже и в мае еще снег выпасть вот ой то воды бы потом еще больше было думаешь да не думаю я знаю хорошо успокаиваешь меня вот смотри сколько мы убрали ну да убрали то очень много это сейчас опять чистенько беленько да без песка да что достаем это самки пойдем что опять кататься на самках на лыжах на лыжах мы в этом году еще не катались можно еще покататься Даня только пробовал ну да короче ватрушки надо опять надувать это точно все поубирали ну смотри сантиметров 10-15 уже упал да ну да ребята хотим сейчас вам ответить на пару комментариев которые нам часто задают первый комментарий это закрывается ли у нас колодец так как в прошлом видео смотрели и видели что ты закидывал туда снег я закидывал туда снег потому что колодец весной пустой там много места я туда скидываю снег он тает и уровень воды там подымается закрывается ли он конечно же он закрывается он не может быть открытым джесси наши туда не упадет никто туда не упадет он закрывается так следующий вопрос мы читаем по бумажке а как мы как мы отапливались раньше до газа мы отапливались электричеством у нас электрический котел на 12 киловатт это мощный котел для такого дома потому что заведено 15 киловатт и у нас часто выбивал автомат да мы часто когда включали в духовку что-то хотели пожарить в ней у нас он всегда выбивал ну частенько выбивал в зимний период все чаще и чаще это происходило чем больше мы включали температуру чтобы грел отопление ну чтоб тепло было но у дома было 23-24 градуса было тепло но с газом сейчас теплее с газом теплее да так сколько в месяц нам обходилось электричество около 9 9 с половиной максимально около 10 короче было все вместе 9 с половиной вот так вот тысяч рублей декабрь у нас было тоже 9 с половиной январь вот эти вот самые холодные месяца было 9-9 с половиной тысяч все вместе со светом и с отоплением ну а сейчас с газом у нас вышло 2 с половиной тысячи за газ за свет у нас там какой-то перерасчет потому что я один месяц забыла сдать как это счетчики так и еще очень очень часто задаваемый вопрос это почему у нас нет забора до сих пор во первых мы дом купили без забора во вторых мы его не успели сделать в прошлом году ну и еще это альфа пэй свобода платить так как удобно тебе платите как удобно с альфа пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц не просто выгодно альфа выгодно у нас идет благоустройство поселка еще не заасфальтировали дорогу в плане есть тротуар возле дома перед нашим домом должен идти тротуар еще его не сделали даже не знаю когда это буду делать а я не знаю как сделать это все въезд если там будет проходить тротуар у меня есть план по реконструкции нашего участка я хочу переместить заезд ну это мы вообще-то уже наверное кажется там где стоит прицеп мы туда хотели бы сделать заезд но у нас как вы видели я думаю уже мы уже показывали что у нас там еще эти столбы стоят они мешаются пока будем с открытым видом на наш лес ну и последний вопрос на сегодня это тоже про нашу баню там не один вопрос там сколько стоит и размер много вопросов про нашу баню но мы сейчас расскажем про нее баня в стандарте 6 метров на 2,40 это стандарт для транспортировки ну чтобы можно было ее транспортировать на автомобиле так баня у нас как я уже сказал 6 метров на 2,40 и терраса точно таким же размером 6 метров на 2,40 еще были вопросы про размеры внутри бани да у нас я тут написал выписал комната отдыха у нас 2 метра 18 на 2,04 потом у нас моечная метр на 2,04 и парилка у нас 2,20 на 2,04 так что у нас места хватает места хватает нам вообще вот за глаза мы короткие маленькие ну хотя тут уже у тебя нет ну нормально и высокие тоже в бане были да места места хватает ну а теперь Саша расскажи часто задают такой вопрос как нравится нам баня или нет ой баня у нас шикарная она очень нравится во-первых мне нравится что она из кедра очень шикарный запах очень шикарный запах печка у нас жаркая очень жарко в банке и еще были вопросы у нас про полки что они не двухъярусные я специально заказал баню с одним ярусом это очень удобно для парилки это когда ты веником работаешь паришь человека это очень удобно когда два яруса тогда человек лежит сильно высоко и парить его неудобно парильщику потому что это очень высоко ты должен высокой рукой работать веником если встанешь на нижний полок то тебе будет опять неудобно ты будешь сильно низко так как в бане в основном лежат а в сауне сидят то в сауне удобно два полка в бане удобно один полок полок у нас сделанный очень широкий лежать удобно он шире стандарта ну вот вы видели у нас баня из двух цветов парилка сделана это термолипа и липа стены потолок кедр а пол лиственница как даня парит тебя он встает нормально на полу или на полу бань даня парит с пола ему удобно он начинает ему очень нравится в бане мы сейчас три последних дня вообще не выглазили с ним каждый день каждый день парень еще вопрос был есть какие-нибудь минусы этой бане что ты сейчас заметил потому что многие удивляют ну как многие не нравится что например топка с улицы как тебе это топка с улицы мне очень нравится мне тоже нету мусора не таскаешь дрова в баню нету опять же дыма вот этого да иногда бывает когда открываешь задымление или сажу там чистишь когда нет очень удобно печка сделана таким методом что теплоотдачи на улице нету я держал руку прям вообще на железной обивке от печки она холодная холодный воздух не приходит в баню только в баню может попасть холод если ты откроешь задвижку когда-то где пепел да вот это снизу задвижку открываешь тогда поступает холодный воздух но при этом ну как ты ее растопил закрыл и все она у тебя в бане тепло так как у нас она с постоянной притокой баста ты этого не замечаешь воздух свежий но очень жаркая баня повторюсь что дискомфорта от этого нету что только на улице еще были вопросы по полу что холодно или нет пол теплый ну и конечно у тебя слив идет по полу что есть как бы холодный воздух и присутствует но ноги не ледяные ты не чувствуешь что ты там по голым доскам ходишь по улице потому что баня нагревается как допустим это в бане бочки она намного холоднее а это каркасная баня она утепленная она очень-очень тепло долго держит вот после бани закидываю три полежки еще в печку ухожу домой спать утром прихожу в бане еще тепло и вода горячая еще ну не знаю посмотрим как это будет когда будет там минус 30 минус 20-25 потом посмотрим будем другие может быть выводы делать я сейчас минусов не нахожу может со временем что-то и появится но пока она новая пока все хорошо был недостаток вот когда мы баню купили у нас один плафон не был подключен ну позвонили ребятам приехали исправили вообще нареканий никаких они сказали мы должны ошибки исправлять сами потому что они должны становиться еще лучше если кто не делает ошибок тот вообще ничего не делает да так ну и самое главное нет еще один вопрос был слив про слив потому что многие не видели как ты сделал слив 220 литров в бочку закопал перед перед тем как мы ее установили я выкопал яму так 60 сантиметров дренаж сделал из щебенки и 220 литров синюю бочку закопал без дна так что мылись все хорошо было вода уходит она чистая вода быстро уходит там без грязи же она быстро в грунт уходит ну все теперь наш завершенный вопрос так самый главный вопрос думаю всем интересно сколько нам обошлась эта баня в этой компоновке вот как она у нас пришла цвет наши пожелания окна каким цветом розеточки везде все она нам обошлась в девятьсот девяносто тысяч рублей да почти миллион и доставка отдельно и доставка еще была отдельно доставка была доставка была пятнадцать двадцать одну с половиной тысяч две машины было да еще давай скажем наверное что входит все в опции наши в дополнительные так Саша почитай я зачитаю по бумажке так баня стандартным обошлась шестьсот двадцать пять тысяч терраса у нас обошлась сто семьдесят три сто семьдесят три тысячи это стандарт это стандарт да но цены сейчас могут разниться потому что материалы дорожают так наши дополнительные опции это корона это вокруг террасы вокруг бани идут такие доски в сером цвете ободок очень красиво смотрится у них два варианта кстати у них есть свой youtube канал они делают обзоры на баню у них тоже есть обзор на нашу баню ссылочку мы оставим в описании так баста это тоже была дополнительная опция потом споты на улице серые окна потому что стандарт они все белые я захотела сашей серые чтобы подходила к нашему дому к нашему дому да потом вся мебель это лавочки все стол стол три короткие лавочки в моечной в парилке и вот здесь большая короткая лавочка да потом топка с улицы это тоже дополнительная опция потому что в стандарте она идет внутри термолипа это на полках вот у нас здесь где коричневые и подспинники это все тоже дополнительное в стандарте она тоже все идет белым ну вот этим деревянным цветом да так и розетка уличная это тоже все дополнительные опции где мы заказывали баню тоже еще многие спрашивают это было раньше кедр бани сейчас они переименовали себя и стали сид модуль да ссылочку мы оставим да надеюсь что мы на все комментарии ответили если есть еще какие-то вопросы пишите ниже в комментариях ну и на них обязательно ответим ну а на этом мы закончим наш блог огромное спасибо за просмотр кто еще не подписан на наш youtube канал подписывайтесь а также кто еще не подписан на наш телеграм канал тоже переходите по ссылке внизу всем огромное спасибо и до новых встреч пока 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 Продолжение следует...